в предыдущей серии давайте с вами попробуем вот выехать из красногорска и доехать до ближайшей москвы на мцд можно с велосипедом и там есть в начале вагонов и в конце вагонов места для велосипедистов и такие парковочки если мы хотим заставить город перемещаться на велосипедах нам нужно соединять районы между собой велодорожка прежде всего она должна быть как безопасная так и она должна выполнять функцию передвижения из пункта а в пункт б друзья привет вы катаешься не по паркам а вообще по городу катаешься и катаешься много можно обратить внимание что велосипедистов мало если сравнивать со многими другими странами где велосипедный транспорт и велосипедный вот этот стиль образ жизни где он популяризирован то в москве велосипедистов немного я проехал сейчас несколько районов много даже районов я проехал с окраины сейчас я в центре москвы в районе бауманской здесь кстати нет никаких никаких велодорожек ничего такого только тротуары и дороги можно использовать ну вот есть набережная а еще но это все тротуары это все тротуары либо выезжайте на проезжую часть за 15 километров пройденных мной 15 километров я увидел велосипедистов человек 20 человек 20 то есть это далеко далеко не англия это далеко не барселона где огромная количество велосипедистов где-то там просто все кишит в них ну и конечно у нас когда катаешься на большие расстояния куча челленджей всякие то есть если ты едешь по бордюрам в смысле по тротуарам из 3 что будет огромное количество бордюров перед пешеходными переходами пересечением улиц где тебе нужно спрыгивать запрыгивать то есть ты не можешь разогнаться идти там 30 очку до 30 километров в час у нас будет огромное количество подземных переходов для велосипедистов для постоянного перемещения конечно очень много недочетов вот я сейчас пытаюсь пересечь улицу пытался по пешеходному переходу пешеходные переходы так еще сделанных мы будем скачешь ну и как бы по правилам дорожного движения должен слезть с велосипеда и попить и по пешеходному переходу нота дурная херня извините за выражение и не любят у нас пропускать велосипедистов на пешеходных переходах конечно велосипедист должен знать правила это никто не отменяет я согласен что есть много велосипедистов которые ведут себя некорректно на дорогах ну то есть они просто не знают правил просто блин идет тротуар и обрывается и делай дальше что хочешь вот ребята о чем я говорю вот вы едете вот стройка идет ремонт дороги и естественно вы едете сделали вот эту плиточку дальше идет асфальт никакого переезда перехода то есть хочет как хочешь что хочешь естественно тут нет никакой подсветки что убиваться туда а что еще даже те кто никогда не был фанатом велосипедных вылазок так или иначе хотя бы раз поддавался соблазну опробовать один из тех самых велосипедов которые стоят на специальных станциях и которые можно арендовать с помощью удобного приложения и конечно велосипед не несет никакого ущерба экологии в отличие от автомобилей почему я так топлю за развитие велоинфраструктуры в москве 2005 2010 годах я учился лондоне у меня одни пары проходили в одном корпусе а другие пары в другом и между этими корпусами было 20 минут ходьбы и возле каждого из этих корпусов уже тогда были оборудованы велопарковки где можно было взять велосипеды в аренду это было супер удобно и также было удобно перемещаться по городу где-то на велике я сейчас в строгино это микрорайон в москве и ребята здесь сделали очень классный парк и набережную я не знаю точно если у этого парка название для меня это строгинский парк и набережная вдоль строгинской поймы это ребята у нас недострой недострой в павшинской пойме почему я сюда приехал я достаточно часто проезжаю это место и тут сделали прямо напротив станцию мцд-2 и можно сразу же перейти из павшинской поймы сесть и уехать в москву для людей достаточно удобно но что касается велосипедов и велосипедистов почему я здесь когда вы катаетесь когда вы катаетесь не в районе где там сделали ну якобы мнимые фальш велодорожки вы ездите по городу и ездя по городу по дорогам конечно дофига где есть какие-то строящиеся объекты недостроенные объекты застройщикам кто делает все эти объекты и в принципе плевать что происходит вокруг едете вы кто-то делает дом да вы думаете это этого кого-то будет заботить как вы будете проезжать эту стройку у вас будут заборы перекопанные ямы естественно грязи еще будет масса вот когда идут дожди будет везде грязь будет все затоплено напрочь кстати это недострой я вот сколько здесь но он все время стоит нужно тут эту всю конструкцию ее разобрать то не так легко нужно огромные бабки но кто-то как обычно назначил строить обанкротился ну или вывел денежку и это все вот так осталось конструкция очень интересно наверно что-то торговый центр какой-то ну хотя что интересно первый этаж высокие потолки ну скорее всего под магазины дальше уже более низкий они пойми что хотели делать сейчас только гадать можно и значит естественно я не один раз был за границей а точнее постоянно за границей и что я там наблюдаю когда у вас строится какой-то объект то застройщик он обязан сделать для пешеходов для велосипедистов какие-то нормальные варианты объезда то есть там дорожки какие-то и это должно быть как бы реально так чтобы поэтому можно было ходить у нас же это как делается у нас набросают досок каких-то на землю на грязь когда пойдет дождь тем более снег это все будет скользко это все будет затоплено потому что нет ни отливов ничего правильно сделано грамотно и поэтому по всему ездить просто невозможно ну как бы те кто ездит естественно это вся грязь она летит на тебя ноги мокрые все мокрое люди не знают как ездить если вдруг вы смотрите это видео и вы не велосипедиста вы там паркурщик или школьник тем более ребята и вы любите стройки лазить мы все дети любили лазит по стройкам я до сих пор люблю по ним лазит но только вот с камерой делать это аккуратно пожалуйста уже здесь огромное количество стекла битого всякого мусора торчащих штырей вот особенно ребята паркурщики ну вот вам что эта тема опасная развитая велоинфраструктура прежде всего делает город удобным почему сейчас в москве вот так раз не взять и не пересесть на велосипеды если это все так удобно и классно на самом деле в москве ситуация с ездой на велосипеде небезопасная элементарно какой-нибудь тетечке крутить педали со скоростью 12 километров в час где рядом будут проноситься автомобили со скоростью 100 километров в час будет немножечко боязно в нью-йорке каждое офисное здание должно быть оборудовано охраняемой велосипедной парковкой то есть если вы едете на работу вы знаете что вы можете бросить велосипед у себя в здании либо вам разрешается пройти с этим велосипедом само здание и поставить его туда куда вы хотите к сравнению в моем офисном здании нет велосипедной парковки тем более охраняем но я договорился с администрацией здания чтобы мне разрешали провозить велосипед в офис тем не менее не все этим довольны следующий момент очень важны для велосипедистов когда нет велодорожек нам говорят ну катайтесь по тротуарам естественно по тротуарам нельзя ездить с той скоростью с какой бы вы ездили по специальной велодорожки ну или по трассе но по трассе у нас опасно как мы выяснили да особенно пом вот этим вот выделенным полосом для общественного транспорта что наша администрация городская любит называть велодорожка или приравниваете bakedelo дорожка если вы едете по тротуару конечно мы можете ехать этой скорости потому что тротуарен прежде всего для пешеходов это очень неудобно вам приходится ехать на небольшой скорости момент следующий когда вы всегда заезжаете съезжаете с тротуара на перекрестках как правило то это естественно бордюры и у нас не кто не строит бордюры практически так как надо то есть чтобы он был пологий вам можно было съезжать его нормально вам нужно затормозить на полной скорости потому что там бордюр вам нужно с него соскочить и вот он на него заскочить если вдруг вечером в темноте вы не заметили это то можно просто расфигачить себе колесо спокойно поставить восьмерах ну и как бы худшем варианте слететь с велосипеда и травмироваться следующий очень важный момент что в принципе в принципе те кто не пользуются велосипедами им на велосипедистов плевать и более того многие из них но есть та категория граждан которая хочет купить велосипед но пока что не купили а есть категория граждан которые ненавидят велосипедистов которые всегда делают так когда проезжает велосипедист или велосипедист заходит в какой-то транспорт в автобус там они делают так что сразу ну вот опять этот дети велосипедисты мешаются тут нам все у нас в принципе очень многие граждане они не готовы к велосипедизации ко всей этой да вот такое слово велосипедизация они не готовы к этому ко всему они не любят велосипедистов и они в принципе не особо как бы хотят чтобы что-то там развивалась да потому что это все им мешает но этому вы понимаете какой категории граждан я говорю может кстати вы тоже к ней относитесь следующая тема друзья мои что-то это не готовые граждане я с такими ситуациями периодически сталкиваюсь если вы на своем велосипеде заходите в какой-то общественный транспорт тоже мцд то под велосипеды там выделяется всего несколько мест велосипедных как правило это 34 спереди места и 34 сзади то есть всего вот этого вот состава то есть всего всего на то количество пассажиров предусмотрено только ну тут 10 велосипедных мест когда вы едете в час пик то элементарно может не быть мест под ваш велосипед я с таким не часто но как бы сталкивался периодически не буду врать не буду говорить что это каждый день происходит но периодически с этим сталкиваюсь и что остается делать велосипедисту час пик не залезть но вам приходится залезать как бы туда где есть место с велосипедом соответственно так как таких как вы меньшинство то большинство людей которая входит туда а не входит она вталкивается да в вагон и они недовольны тем что ты с велосипедом и я вот столкнулся с этим буквально вот несколько дней назад я захожу с велосипедом естественно потом на другой остановке на третьей остановке входят люди велосипед им мешает они возмущаются пройдите пожалуйста дальше они без пожалуйста извиняюсь пройдите дальше в салон чего вы стали а ты проходишь салона там шастают естественно люди потому что всегда же есть те которым надо ходить по вагонам и мало того что они зашли им надо обязательно перемещаться из переднего в задний вагон из переднего взадь ты стоишь велосипедом ты думаешь как мне мешаться ты это двигаешься в одну сторону тут они тут заходят другие люди толкают как бы спотыкаются об твои колеса велосипедные тебя внутри матерят не внутри они тебе говорят уйдите куда-нибудь и то есть реально велосипедист это эдакое меньшинство меньшинство на которых все как-то недовольно смотрят ну большинство если ты выезжаешь на трассу на какую-то на дорогу то адекватные водители они конечно будут понимать тебя неадекватные водители они будут тебе сигналить мол ты едешь на низкой скорости особенно если ты мешаешься и это естественно опасность но всем плевать на это все противники велосипедов и не любители всего этого движника будут кричать да как это все сделать это куча денег у нас холодина просто даже не желая немножко углубиться в ситуацию как сделано в тех же холодных северных странах если же мы говорим о деньгах и бюджете да просто взять пример латинской америки массовое развитие вело инфраструктуры причем это не просто разрисовка тротуаров белыми линиями а это конкретно создание велосипедных дорожек отделенных бортиками по которым не страшно будет ездить еще одна очень прикольная штука на которую стоит обратить внимание это специальные светофоры для велосипедистов а теперь друзья пару слов про микрорайоны а микрорайоны у нас не маленькие и много микрорайонов которые даже большие и проживает сто тысяч человек 200 тысяч человек ну то есть это как среднестатистический город и если за многие микрорайоны построены уже давно и какая там ситуация ситуация первая значит где-то пытаются делать велодорожки велодорожки я их называю фальши велодорожки просто не реконструкция конкретная опять же как относятся там к велосипедистам от велосипедистам там также относятся не очень большинстве случаев потому что что потому что прежде всего люди-то ездили на машинах все знают как у нас все дворы заставлены напичканы просто автомобилями хотя в очень многих странах это прям обязательная ситуация когда автомобильные парковки любое здание которое строится где люди живут многоквартирная оно должно быть оборудовано парковками посмотрите у меня выпуск есть про арабские эмираты про дом в арабских эмиратах аренду квартиру арабских эмиратах там первые пять этажей дома эта парковка это обязательное условие строишь дом дом должен иметь парковку и прикольно когда заходишь туда нажимаешь там 10 этаж но забили за не 10 этаж а там 15 этаж уже первые пять этажей парковка они не учитываются в этаже ну и соответственно когда есть эта парковка то внизу не наблюдается вот это вот автомобильной бури вот этой так то что происходит причем она же парковки как просто вдоль домов машина не может разъехаться ничего не может разъехаться ну и не дай бог еще кто-то будет на велосипеде тут гонять вали велосипедист на тротуар и вот это место для тебя сейчас вот я читал там письма к собяне ну я читал то что пишут наши велосипедные сообщества я с ними согласен полностью солидарен они значит пишут что мол давайте всю эту тему велосипедных дорожек всего-всего велосипедной инфраструктуры улучшать и якобы последние годы знали что отвечают наши городские власти что мол нет необходимого количества запросов на велосипеды конечно как бы вопрос а кого мы спрашиваем естественно естественно если брать все население в массе в своей то а нахрен этому населению велосипедной дорожки зачем она нам ведь все имеют машины тем более большинство этих автомобилей взято в кредит нахрена человеку купившему автомобиль сейчас вдруг пересаживаться на велосипед он же не велосипед в кредит купил правильно автомобиль купил в кредит но если не в кредит просто купил автомобиль нахрен ему этот велосипед ему надо ездить на автомобиле и для него важно чтобы в микрорайоне делали парковки первично для него важно чтобы в микрорайоне все было сделано для автомобиля или он купил там квартиру где-то в новостройке в этой новостройке еще все перекопано где-то стоят краны понимаете ему нужно думать о том как пробраться домой со своей семьей они вот этих велосипедных дорожках естественно запросов на то чтобы строили велосипедной дорожки и велоинфраструктуры мало этих запросов но тем не менее ребята что показывает нам статистика из этих запросов мало хотя посмотрите на любое веломероприятие в москве в той же самая про другие города сейчас не буду говорить ночные велопарады собирается по 30 тысяч человек и собралась бы больше еще если бы это было как бы организовано вообще в очень больших массах делаются всякие движники на работу на на велосипеде вот как я собственно говоря ну и много всяких движников это в легкую там 30 тысяч людей набирается вот и сам участвовал я и в ночных забегах огромное количество людей очень прикольно видишь масштаб если мы будем говорить про аренду велосипедов естественно проводятся значит какие темы собираются статистические данные и данные эти показывают что количество велосипедов взятых в аренду в прошлом году было равно 1 миллиону 700 тысячам раз цифра приближается к 2 миллионам разделите на 12 получите месячное количество взятых в аренду велосипедов эта тема развивается а до этого процент был ну где-то на 8 на 10 процентов было меньше за год до этого то есть за год спрос увеличился на 10-12 процентов это учитывая то что мы эту тему продвигаем не массово что-то люди сами активисты продвигают эту тему запрос на велосипеды растет на езду на велосипедах растет и он будет еще больше рассказываю вам о тех же ситуациях там примеру про ситуацию с бельгией у них тоже не было спроса многие противились тому чтобы полностью реконструировать город в итоге когда запустили массовый вот этот движ велосипедный что получили люди значит во первых 30 процентов населения пересадили на велосипедах во вторых город стал гораздо комфортнее и удобнее это все сделали за три года три года всего и люди все кто пересел на велосипеды поняли удобства всего этого дела они все благодарили мэра своего да и городские власти за то что эта вся тема осуществилась понимаете